Кротчев, арбитр встречи, Роман Мотолев, боковой судья, Дмитрий Редин, руководитель встречи, руководитель ковра. Нодюков сразу уберет и входит в боковой переворот, нет у него хорошего захвата на плече. Освобождается, выходит из такого неприятного захвата Куржев, еще атакует в ответ. Здесь не было плеча, вот освободил плечо Куржев, да, устоял, еще вот атаковал, в ответ начал. Борьба на захватах, освобождает Нодюков свою руку, держит в ответ руку Куржева. Плечо теперь у Нодюкова есть, он может в принципе опять подготовить тот же самый боковой переворот. Или еще что-нибудь чем-то удивить. Куржева Али. Все ждали сегодня, конечно, финала Куржевых в 74, два брата считалось, что имеют все шансы войти, это действительно было так. Но тем не менее, в расклад этих сил вмешался Беслан Нодюков, и вот он уже в финале. И сейчас кому-то объявит замечание, внимание, арбитр объявляет замечание спортсмена в красной форме Беслану Нодюкову. Ну, вообще, конечно, ситуация спорная, поскольку, в общем-то, оба спортсмена одинаково проявляют активность, одинаково оборону держат. Но судья обязаны кого-то наказать, таковы правила. Даже если они активно атакуют оба, все равно судья обязан кого-то наказать, если нет технических действий. Если есть технические действия, наказание уже не так обязательное к середине встречи. Теперь за пассивное ведение борьбы наказывается... Вот Нодюков сейчас сделал атаку, и замечание показывает спортсмену в синей форме Куржуа Али. По замечаниям ситуация выровнялась, Али идет вперед, тем не менее, плечо выигрывает Беслан. Есть у нее хороший захват. Вот она рвется в ногу. Не получается бросить, но за ковер вытеснил, что называется, и заработал предупреждение. Наказали Куржуа за пассивное ведение борьбы. Да, вот Нодюков бросился в охапку, хотел упаковать, что называется, Куржуа. Устоял Али, разорвал дистанцию. Теперь готовит что-то свое. Смотрит что-то, что же он может предпринять в данном захвате. Но Нодюков более активный. Вот сейчас он разгонялся на переднюю подсечку. А ущемление Ахилова у сухожилия тут же не получилось у Куржуа. Переходит на рычаг колена. Опять переходит на Ахилл. И встает стойка Нодюков. Вот здесь, да, разгонял на подсечку. Больше стоит Куржу, да, меньше у него атак. Идет, тем не менее, вперед, напирает, поддавливает, вот сдергивает. Нодюков просто сейчас сдерживает, что называется. Ну, Нодюкову стоять нельзя. Если попятиться назад, накажут. Вот два балла просит Нодюков. Соглашается с ним арбитр, что называется. Пошел в ногу. Остановки не было. Остановки не было. В общем-то, но судьи, тем не менее, пошли смотреть. Пошли смотреть, но остановки не было. Посмотрим, как этот эпизод увидят судьи. Да, и схватка обострилась. Теперь-то два балла все-таки оценили арбитры. И все правильно сделали. Не было остановки. Хороший захват Нодюкова. Он с гадаули делает бросок через бедро. Бросок через голову держит. Делает Куржев. Промахивается. Есть возможность Нодюкова накрыть. Я пока перечислял титул Нодюкова. Я немножечко ошибся. Прошу прощения. Он является серебряным призером чемпионата России 2016 года. А также бронзовым призером прошлого чемпионата России. Нодюков по-прежнему в атаке. Не хочет останавливаться, но он понимает, что стоять это, конечно, будут прилетать одни наказания, что называется. Балл вот еще красному показывают. Набирает. Балл за баллом Нодюков набирает. И рвется к своей первой, получается, медали чемпиона России. Я немножечко его тут... Видимо, я по Фрейду, да, говорился. Забежал вперед. Возможно, он в этом году сможет и выиграть чемпионат мира. В низкой стойке борется Нодюков. Совсем в низкой уже. Совсем он уже... Да, и вот арбитр это тоже замечает. Замечание уже было. Предупреждение объявлено спортсмену в красной форме. Балл синему. Счет становится 4-1. Опять есть захват Нодюкова для бокового переворота. И плечо есть, и нога есть. Но Куржев грузит его вниз. Давит. Не пускает его к себе. Опять подворачивается первым Нодюков. Выходит из партера с ногой. Делает все возможное. Проявляет активность. Вот, посмотрите, не стоит на месте. Куржев просто не успевает. Везде опаздывает. Везде Нодюков первый. И опять плечо у Нодюкова. Опять боковой переворот. Еще есть возможность бросить и упасть. 17 секунд. Почему я сказал упасть? Потому что видно, что Нодюкова тоже уже нелегко. И вот, если вы видите, его тоже начинает немножечко метать из стороны в сторону. Он уже едва сдерживает Куржев. И еще бы 74 килограмма всю схватку на руках носить. Это же не так просто. Конечно же, он устал. Остается 9 секунд. Куржев идет вперед. В охапку набрасывается. Уход на колени. Это однозначно. Сейчас будет второе предупреждение. Уход на колени без борьбы. Это однозначно. Наказан вторым предупреждением. Еще встал 4-3. И время встречи 4.